Всем огромный привет! Меня зовут Марина и я рада вас приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать свою коллекцию игрушек только Dimensions. На самом деле думала, что у меня этих игрушек будет больше, но нет, у меня их не так много. Итак, давайте мы с вами начнем. Номера наборов я называть не буду. Если вам нужны будут какие-то игрушки, спрашивайте. Я подскажу, где можно скачать схемы. Схемы Dimensions я не буду отправлять, потому что они есть в свободном доступе в интернете, в группе Хомячки. Я сброшу ссылки, вернее не сброшу, а оставлю под видео ссылки на те группы ВКонтакте или на галерею, где можно эти схемы себе скачать. Так вот, начнем мы с вами с вот такой серии. Эта серия, по-моему, называется у Dimensions Wimsy. Там есть Wimsy, Swimsy, We're Wimsy. В общем, там их очень много. Начала я эту схему, вернее, эту серию с вот такой вот игрушки. Вот такая вот танцующая снеговуша, такая вот прекрасная девочка в таких вот замечательных конечках. У нее есть такой вот элементик в виде сердечка, вернее, звездочки. Вот такой вот помпошек и вот такой вот у нее подвес с сердечком. Игрушка оформляется кропотливо, но вышивается очень легко. Когда-то я эти игрушки увидела у Галюхи Забавской, у нашей ночной вышивальщицы, и захотела себе такую серию игрушек вышить. Вышила первую игрушечку, начала эту серию, открыла, вернее, ее для себя. И сейчас я эту серию решила продолжать. Продолжать я ее решила вот такой вот игрушкой. Я вам показывала ее в начатых процессах своих, что я начала над ней работать. И я ее закончила. Оформлять я ее пока не собираюсь. Оформлять буду только тогда уже, когда закончу всю серию, потому что я себя знаю, как показывает вот этот вот пример. Я вышила одну игрушку, успокоилась и решила больше не продолжать. Сейчас я вышила вот такого танцующего снеговика с такими вот прекрасными ботиночками. Вышивала я эту работу на вот такой вот китайской аиде. Она ничем не уступает Дорис. Она по мягкости мне, по-моему, точно такая же, только надпись не Дорис. Хотела в этой игрушке сделать такие дополнения в виде помпошка. Хотела здесь сделать кисточки. Но потом поняла, что если я это буду делать, я нарушу, скажем так, вот эту вот серию вот этими своими дополнениями. Потому что в тех игрушках мне придется тоже что-то добавлять. Такие вот ботиночки. Такой вот снеговичок. Поближе его, конечно же, покажу вам, когда он будет готов. Когда, вернее, будет завершена серия. Когда будет завершена серия, я сниму видео отдельное о всех игрушках из серии. Думаю, что это будет правильно. И вот здесь вот в пакетике я уже себе накрутила все элементы. Это ножки и вот здесь вот будет подвес. Как показывает нам, как бы не практика, а как мы видим, да, что здесь на подвес пришивается сердечко. В этой игрушке ничего не пришивается. Никаких дополнительных элементов, кроме ножек, у него не будет. Итак, с этой серией мы закончили. Вот такие вот две игрушки с этой серией у меня есть. Скажем так, начало серии положено. И, кстати, в этом году я себе сделала вот такой вот коллаж. Обычная рамка 20 на 30, да. Вставила сюда такую бумагу интересную, натянула такой шнурок и сделала прищепочки. И все новые игрушки, которые будут вышиваться, будут подвешиваться на этот мой коллаж. Так, следующая серия игрушек, которая у меня есть, это, конечно же, пряничная серия. У кого ее нет, начинала я эту серию вышивать с вот такой вот елочки. Это у меня были остатки от оригинального набора. Я ее вышивать начала на белой пластиковой конве. Мне не нравится, как смотрится, потому что это пластиковая конва сквозь тонкие нитки Dimensions просвечивает, поэтому смотрелось бы намного все лучше и аккуратнее на прозрачной основе. Но у меня вот такая белая, с таким вот красным подвесом. Мне очень сильно нравится эта игрушка. Как мы видим, здесь целая куча французских узелков, бэкстич. Девочки дополняют эти игрушками и бисером, и металликом. Я ничего такого на своих игрушках не вижу. Не вижу я эти игрушки с такими дополнениями. Мне нравится так, как есть. Так, елочка. Дальше я вышивала вот этого эльфика. Эльфика в наборах сейчас нет, он не выпускается. Поэтому я вышивала эту игрушку подбором остатками от уже вот этого набора. И дополняла некоторые ниточки уже свои. Он тоже вышит на белой пластиковой конве от Дорис. Вот такой вот. Я здесь, по-моему, немножечко делала по-другому вот этот подарочек, потому что он у меня не помещался в основу. И вот такой вот получился прекрасный у меня эльф. И последней игрушкой с этой серии у меня паровозик. Вот такой вот паровозик, который вышит полностью ниточками подбора. Здесь оригинальная нитка только на бэкстиче. Этот паровозик вышивался на белой конве от Гаммы. Она другая, она более глянцевая. У нее дырочки поменьше. За счет этого не так светит игрушка. Во-первых, потому что это нитка СХС. Во-вторых, это конва Гамма. Поэтому таких просветов нет. Например, как на елке. Мы видим, есть разница, как светит ниточка и как ложится хорошо нитка СХС. Вообще, нитка СХС идеально себя ведет на пластиковой основе. И все игрушки у меня тоже оформлены одинаковым белым фетром. Так, вот такая вот начальная серия игрушек. У меня только три игрушки из серии. Иначе у меня еще есть Ангел. Так, следующая серия, которую мы с вами посмотрим, это тоже, по-моему, серия Уимси. Не помню, с какой игрушки я начинала, но покажу вам первую вот эту вот елочку с такими вот бантиками. Я здесь нитки подбирала просто на глаз. Что мне там нравилось, то я себе там и брала. Что-то прицепилось на игрушки. Кстати, если вы будете видеть какие-то шерстинки, вы уж простите, я ничего с этим сделать не могу. И ничего это счищать не буду. Вот, такие вот бантики. Они у меня сделаны из кординга. Некоторые потолще, некоторые потоньше. Уж как получалось, так получалось. Вот такая проволока у меня просто, не знаю, медная. Она мне еще и облазит. Не очень такая качественная. Мне папа от чего-то там ее отмотал. Вот, рафия здесь. Такое сердечко и звездочка. Все оформлено вот так. Расскажу, как я оформляю вот эти пришивные элементы. Я беру вот эту пластиковую основу, пришиваю ее к проволоке. И потом уже заклеиваю фетром. Я, ну так скажем, не приклеиваю уже потом просто на проволоку. Нет, я сначала пришиваю к проволоке, а потом заклеиваю фетром. И все вместе уже, как оно все есть, вот так приклеиваю, прижимаю все. И уже по ходу, когда иду, вырезаю игрушку, подлажу под эту проволоку и вырезаю вот эти вот пришивные элементы. Или если у меня есть кусочки, вот это вот все приклеиваю. Уже когда у меня, конечно же, есть проволока, она прицеплена у меня там сзади, приклеиваю задник на елочку и на кусочки, кусочки какого-то фетра приклеиваю вот сюда обрезки, к примеру. И все прижимаю. Могу отдельно сначала елочку приклеить, а потом приклеивать вот эти вот элементы, Для того, чтобы лучше оно склеилось Не все игрушки идеально приклеены По контуру, но я еще раз повторяю Что я не буду прошивать свои игрушки Мне нравится и так Тоже белый фетр Так, дальше Вот такая елочка у меня еще есть Эта елочка тоже вышита нитками Как мне там хотелось Я себе выбирала цвета, которые мне нравились И вышивала ее Вот здесь вот такая надпись ПИС Она на проволоке Вот так вот она Объемная такая Здесь есть рафия, есть звездочка И вот такой вот подвес Мне казалось, что этот подвес будет неудобен Но как показала практика На длинные веточки сосны Очень хорошо этот подвес держится Или можно даже просто на ветку Где нет иголочек Ее тоже прицепить Хорошо смотрится Дальше Следующая игрушка Вот такой вот ангелочек Кстати, ангела очень часто вышивают И сейчас в инстаграм часто Он встречается Он идет в буклете Есть прям буклет с этими игрушками Потому что вот эти вот две игрушки Они идут в наборах А вот это вот идет в буклете Здесь тоже сердечко Звездочка, рафия Вот так вот закрутила Я себе вот эту вот проволочку Обратная сторона вот такая беленькая Все то же самое Рафию я привязываю сначала на проволоку И потом завязываю бантик Поэтому он такой подвижный у меня Ну ничего И вешаю вот эту елочку Вернее игрушку на елку Именно вот это вот отверстие Просто на иголке Следующая игрушка Это по-моему другая уже серия Там идет серия Они вставляются в вазончики Эту игрушку я вышивала К году свиньи Вот здесь вот идет объемное крыло Оно просто приклеивалось у меня Уже на вышитую свинку И вот здесь вот у меня Стыковалась основа И здесь видно Что такие широкие крестики Впервые я попробовала Стыковать основу Именно на этой игрушке И мне кажется Смотрится все здорово Здесь немножко загнулось Заломался Проволочка Ничего Когда буду вешать на елку Все исправлю Так С этой серией игрушек Мы с вами закончили Я что-то так долго рассказываю Думаю, что мне и памяти не хватит На телефоне Так Следующая серия игрушек Это вот такие вот подушечки По ним сейчас идет Совместный СП В инстаграм Девочки вышивают эти подушечки Но я смотрю, что все оформляют их неправильно Все оформляют их вот так вот, как я Хотя на самом деле Это мешочки для конфет То есть вот эту вот часть К вот этой Приклеивать не надо Нужно приклеить на вот эту вот часть Только вот эти лапки Чтобы туда можно было что-то вложить В этот мешочек Но девочки делают вот так Объемными просто подушечками Это все склеивают вот здесь И все Эти игрушки я вышивала просто Произвольным подбором Я даже не придерживалась ключа Вот просто какие у меня там нитки были Такие я себе и использовала Подбор, скажем так Неплохой, но не идеальный Низ у меня шестнадцатая основа Должна быть четырнадцатая А вверх у меня тоже разная основа Потому что я начинала вышивать Эти игрушки на разной основе У меня здесь сначала Изначально вот этот вот снеговик Самый первый вышит на конве Дорис прозрачный Потом я заказала себе еще Пластиковую конву Мне пришла белая гамовская Поэтому у меня здесь копытца Вышиты на прозрачной Вот здесь вот белая основа Ну не знаю Я как бы вышила Как начала Первые две игрушки Я вышила в 2016 В семнадцатом году А уже заканчивала эту серию По-моему в девятнадцатом году Еще вот такой вот пряня Тоже у нас на белой основе вышит Его ручки Но ручки на прозрачной основе Вот такой вот низ у игрушки Обратная сторона У всех игрушек вот такая Я сюда вкладывала картон Приклеивала на картон Вот эту вот верхнюю часть И здесь вот видно стык Все это тверденькое Такое видите И набивала только спереди игрушку Сзади она у меня просто такая вот плоская Вот И последний вот санта Здесь должен быть и кординг И коучинг Я здесь много ошибок натворила И вышила как вышила Вот этот верх Кстати эти игрушки должны вышиваться Верхняя часть на коричневой пластиковой основе У меня же коричневой не было Ее тогда очень Как бы и нельзя было нигде особо и найти Только заказывать где-то его С американских сайтов У меня такой возможности не было Поэтому я вышивала на белой основе Так Следующая серия от Dimensions Которая у меня есть Конечно же баночки Нашумевшие баночки Всеми любимые Я их вышивала подбором На белой пластиковой основе Дорис У меня здесь такая вот проволока Она видите у меня проживела Мне сейчас нужно ее обработать Наверное возьму вот это средство Утенка Типа утенка От ржавчины Пройдусь аккуратно ватным диском И вскрою это все бесцветным лаком для ногтей Думаю тогда спасу проволоку Потому что если она мне перейдет Где-то проживеет на игрушки Это будет катастрофа Так вот такая вот первая синяя баночка Вышивалась она подбором Эти игрушки тоже долго у меня были в отшиве Примерно полгода я их там не могла закончить Вот такая бирюзовая Кстати вот эти вот бирюзовые баночки Мне нравятся больше всего Французские узелочки Никакие надписи я здесь не меняла Я не настолько там Не то что я не патриотична Но я придерживаюсь всего того Что идет в ключи Есть надпись на английском языке Значит она на английском языке Вот такая еще одна бирюзовая баночка Но их знают многие Их многие вышивали и подбором И не подбором И вот такая последняя Оформлены они все одинаково У меня с белым фетром Кстати на горячий клей пистолет Вот Такая вот Замечательная серия игрушек Всем их советую Они не слишком сложные Достаточно такие доступные Так и последняя коробочка Мы с вами посмотрим сейчас Это начало серии игрушек Это димовский гобелен Но я вышивала эту игрушку крестиком С добавлением гобеленовых стежков На собачках Этот сп когда-то запускала Вконтакте Галя Ночная вышивальщица Она вышивала несколько собачек Она не весь набор вышила Там по-моему около 6 или 8 собачек Но я хочу вышить сюда еще 3 Да у меня одна еще начата Но начата она на 11 пластиковой конве Вот такие вот крупнющие дырочки Но ничего Я сейчас себе рассчитала Нормальную схему и превью И когда-нибудь я обязательно Закончу эту серию игрушек Еще 3 как минимум Хочу себе вышить Дальше По одному буклету Из Dimensions У меня вышитых вот такие 2 игрушки Первая оформлена Вот такой вот кружочек Когда-то я покупала наборы С такими вот медальонами Но там сюжеты мне не нравятся Поэтому медальон Я взяла оттуда основу И подобрала сюжет от Dimensions Из буклета Медальон оформлен аккуратно Аккуратно до сих пор смотрится Эта игрушка уже примерно 3 года точно есть Она уже висела на елочке Смотрится хорошо Мне нравится Как игрушечка сохранилась Все незамечательно И вот такая вот игрушка Она Ну ей уже по-моему Я ее вышивала Мы уже в доме живем 3,5 года Значит этой игрушке Примерно 3 года Потому что она была вышита Первой В этом доме Вот У меня здесь синельная проволока И по краю Расшита она бисером И пайетками Здесь вот бантик И подвес в виде Металлика Кстати у меня была идея Вышить такую серию игрушек Смотрелись бы они круто Вот эти шестинки У меня все собирается на нитки Здесь все аккуратно оформлено Мне очень нравится Но Потом я как-то подостыла И решила эту серию не продолжать Дальше Две одинаковых игрушки Как мне кажется Хотя они выпущены в разных наборах Вот такой пингвин По-моему серия Вимси Она музыкальная И за счет бубенчиков У меня бубенчики не оригинальные Я покупала вот такие вот Вышивала эту игрушку подбором Подбирала ниточки я по переводу Еще вот здесь вот забыла Вышить вот эти полоски И вышивала уже После того как приклеила задник Получилось как получилось Но заднюю сторону Никто не видит Смотрят все вот так И когда проходишь Елочку веточку трогаешь Оно все вот так звенит Здесь французские узелочки у нас есть Уже начинаю складывать вот так все Так и началось все С вот этой вот игрушки Я остатки когда-то купила У Гали ночной вышивальщицы Этого наборчика Образцы вернее Подобрала все ниточки Они очень хорошо подбираются Здесь вот такие у меня вот Наконечники Но они со временем уже потеряли Свой вид Я вот здесь видите Как еще делала Как показать Вот Не показывает Я кончик подклеивала Вот так вот подклеивала Клеем пистолет Узелочек Для того чтобы В дырочку все это не проваливалось Оно все себе там зафиксировано Обратная сторона Тоже белый фетр Вот это такая прочная игрушка Но она не сильно так звенит Как пингвин Вот Еще вот такой вот есть Пингвин ворона С тоже такими бубенчиками Это тоже буклет Дименшенс Там есть много игрушек Они шикарные Еще вот здесь вот есть На вот этой вот вороне Вот здесь вот должны Выполняться французские узелки Которые я забыла вышить Я их не вышила И уже после того Как приклеила фетр Я понятное дело Уже их пришивать не буду Можно было бы конечно Их вышить Потом опять приклеить фетр Но я решила что А почему бы и да Пускай будет так Тоже смотрится замечательно Еще один набор Дименшенс Вот такая вот серия У них идет Здесь просто произвольный подбор На виниловой основе Больше никогда в жизни Я на ней вышивать не буду Вы посмотрите на эти Кривущие крестики Смотрится все просто отвратительно Оформление у меня вот такое С такой вот бахромой Сзади я приклеивала Еще один кусочек фетра Для того чтобы вот эти Французские узелки Которые вышивались Не просвечивали На вот такую вот Просто палочку С подвесом Здесь вот просто Приклеено оно все Все подвижно Оно двигается все На елку такой Знаете Декор Большеватый Но я вешаю Мне нравится Все смотрится хорошо И на елочке На фетр нацеплялась Куча шерсти И вот такой вот олешек Кстати буду еще себе Подбирать такую Такие игрушки У меня еще есть схемы Вот этот вот заяц Который Сейчас Кто 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 Валя Сизе Проводит СП по этим игрушкам Таким подвижным С набора У меня оформление Вот такое Вот просто на бисер Сначала приклеится Вот этого часть фетром Потом пришиваются Все вот эти элементы И заклеиваются фетром Вот Хотя на французские узелки Все должно было оформляться И он висит у меня на мононитке Но это неудобно Он запутывается За другие игрушечки Так И последняя игрушка Это вот такая Это был набор Дименшенс Тоже Вот такой вот собакин У меня вышит Здесь тоже вышивалась Вот эта вот часть Она приклеивалась К собаке С обратной стороны И вот эта вот газета Проволока здесь оригинальная Все здесь было оригинальным Вот Такой вот наборчик Но это в принципе и все Все то, что у меня было вышито Все мои игрушки от Дименшенс Спасибо вам за внимание Если нужны какие-то схемы Пишите Я подскажу, где их можно найти На этом у меня все Всем пока